Двор. Какой двор, простите, двор? На Гончарной улице. Дом, номер? Какой дом? Не помните? Дом 17, квартира 21. Дом 17. Вот, вот, вот. Не он ли это? Вот же он. Боже мой. А вот здесь жил, о господи, боже мой. Вот этот двор назывался вот туда задник, а этот передник. Ага. А справа школа. А вы не помните, там жил, мальчик с вами жил, Чухером Махером вас называл, не помните кто это? Чухер Махер пошел дальше. Да, да, да. Так он называл меня. Кто этот был человек? Сашка Стефанович, он жил на четвертом этаже. Саша Стефанович, который потом режиссер и муж Аллы Пугачевой. Муж Аллы Пугачевой, да. Он был только страшным хулиганом. Простите, Михаил Сергеевич. Правильно, правильно, правильно. Вы почти начали отвечать на мой вопрос. Это праздный вопрос, но нужный для сценария. Кто из вас кого бил? Он меня не бил, я на пять лет... А вы его? Я не, я пытался подражать, потому что... Мы сейчас проверим ваши слова, у нас есть такая возможность. Алексей, хитренько. А, сейчас, да, я по сценарию должен сделать хитрое лицо и позвонить в колокольчик. АПЛОДИСМЕНТЫ Сашка, черт тебя возьми, сколько мы не видели? Такая, почему вы там-то все это делаете, когда вот у нас для этого специально приготовленные места? Сашка, вот ты вот... Какое твое окно? А, мое окно. Мои окна. Вот это мои окна. Вот это мои окна. А твои окна были с той стороны, на первом этаже во дворе. Правильно. Вот была парадная, ферсуверная. Присаживайтесь. Вот так вот. Там школьник Вовка жил, а тут Витька Богданчик. Да. Вот только машина там никогда не стояла. Присаживайтесь. Потому что ни у кого не было машин. Нет, была у одного, он все время чинил, 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 чинил в гараже. Да. И выезжал один раз в год. Можно я на время заменю машину? Саша. Ну, давай. Дорогой, конечно... Нет, все-таки, Миш, я открою эту тайну. Тебе доставалось у нас. Потому что все ребята с нашего двора учились в 153-й школе, которая находилась прямо в этом дворе. Это верно, да. А ты же единственный ходил в музыкальную школу. Больше того, ты ходил с такой папочкой, такой красивый, с нотой, да? Да, черная, да. Конечно, мы же не могли этого выдержать. И, Мишенька, дорогой, у меня в связи с этим есть для тебя небольшой подарок. Он со значением. Вот тебе такая красивая коробочка. Открой ее, пожалуйста. Слушайте. Это пробковый шлем. Спасибо большое. Сейчас, конечно, это поздновато, но в детстве вещь совершенно необходимая, так что можешь передать своим внукам, когда они у тебя будут. Как мне повезло, что я играл ни на контрабасе, ни на велончели. Как доставалось этим ребятам, если ты знал. И, кстати, для того, чтобы загладить перед тобой свою вину, если ты помнишь, я тебя пригласил на главную роль на фильм «Душа» и сказал, «Миша, прости меня за все, что было в детстве. Не отказывайся, сыграй у меня главную роль». И ты сыграл. Вот это, друзья, я вам хочу сразу забегая вперед сказать, что вообще вот эта вот карьера, построенная на личных связях, это вообще одна из отличительных черт семьи Боярских. Об этом мы поговорим сегодня очень подробно. А пока я благодарю дядю Сашу и дядю Мишу за этот эпизод. Хочу предложить вам пройти в зал, потому что мы хотим показать...